Здравствуйте. Добрый вечер, наверное. Ну, знаете, какая разница? Главное, что добрый. Главное, что добрый, правильно. Меня зовут Эдуард, я из Испании, коммунидат Валенсия, город Валенсия. А, у меня Алексей из Санкт-Петербурга. А вы приехали туда или там самочный местный житель всегда? Нет, я русский, я русский, но просто живу здесь очень долго. Может, знаете, бывают родители русских. Не-не-не, уехал я, но очень-очень давно, больше 20 лет, середина двухтысячных. Ну, вы тогда много чего помните. Как было тогда и как стало сейчас? Ну, конечно. Можете сравнить, вот, скажем, ну, не 20 лет, 15 лет. Да ладно, Россия очень сильно выросла. А вот в Испании, вот с того времени, как вот по вашему субъективному мнению? Испания, Европа росла до 2010 года, после 2010 года здесь застой. А почему это вы так считаете? Вроде там все растут, ВВП там и прочее. ВВП растет только у Германии. И то в этом году она уйдет в минусы. Еще последние три года, я вот не согласен с вами, еще у Польши, у Эстонии. Я говорю про мотор, я говорю про мотор, я говорю про мотор. Те, кто действительно занимались реальным производством. У Польши реального производства нет. У них все, они все, они держатся на кредитах. А когда придет время отдавать кредиты, вот тогда мы посмотрим. Так же как в Испании было, в Италии, это было точно так же. Все ходили, крутые блатные, а как пришло время отдавать деньги, вот тогда ты проблем это начались. Так же в Португалии. Они же сами деньги печатают, понимаете, кому же ему давать деньги? Не, 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 печатают немцы и французы. Не, ну Евро, во всех странах печатают, нет? Ну, не может быть в каждом государстве печатный станок, правильно? Ну, по чуть-чуть? Не по чуть-чуть никак, не по чуть-чуть никак. Я просто думаю, что не Франция, не Германия, не Альбрия. Мне просто интересно стало, мне просто стало интересно. Я посмотрел все такое и печатаю, печать на нем денег, Центробанк и тому подобное. Это все занимается Германия с Францией. Ну, это там так очень серьезно. Серьезно это поделено у них там, что, как, зачем, почему. Без разрешения одной страны другая не может сделать, без разрешения этого. Короче, там тоже такие соглашения, что караул. А вы где-то это на официальном источнике читали или из газеты? Да-да-да, это заходите прямо на официальные источники Центробанка Европы. Там все есть. Надо будет посмотреть интересно. Это же все в открытых историях. Не надо быть каким-то слишком умным человеком. Не, ну надо знать, где искать и хотеть это найти, понимаете. А иногда... Ну, правильно. Нет, самое главное заходить прямо, заходить на официальные сайты. Вот, допустим, хотите узнать что-то по финансам? Центробанк. Хотите узнать что-то, допустим, куда идет страна? Ну, заходите на официальный сайт правительства. Если хотите это... Официально, официально. Допустим, промышленность, официальный сайт. Это все официальный сайт, это же нигде не скрывается. Ну, да. Ну, просто ведь... Другая, другая вещь, другая, другая вещь. Правда ли, все, что там пишут, это уже другая вещь. Ну, мы не можем провести так? Конечно, конечно, конечно. Так что здесь одно, понимаете, одно другому не мешает. Ну, вот это самое вопрос, то повесь в воздухе, вот за 15 лет в Испании стало лучше или хуже, или ничего не поменялось? Ну, я не, я даже, я могу даже сказать про Европу, я работаю в логистической фирме. Нет, я даже... Мне интересно. А потом про Европу? Ну, когда ваше мнение, вы живете? 2010 года, с 2010 года примерно вот как начался кризис, потом еще где-то так по течению плыли пока вот как-то. 2008 года, 2010, где-то до 2012 что-то было такое, непонятно, непонятно. Вроде развивалась, а сейчас просто все встало. Зарплаты заморожены, пенсии заморожены с 2000, по-моему, пятого года. То есть, инфекции не добавляют вообще? Ня-ня. А это самое, а инфляция есть? Вот вы видите ее у тебя? Ну, конечно, она везде, конечно. Цены порастут, причем так стало в последнее время по-дикому. Вот так вот, что хотят, то и творят. Ну, например, в Германии, да? Вот я, допустим, когда бывает, у меня редко езжу по работе в Германию, значит, и оттуда я часто ввожу салямки. Ну, покупая домой салями. Они похожи на те наши просто, поэтому покупают. Они всю жизнь 300 грамм, они всю жизнь 300 грамм стоят. Это так, один из простых примеров. Ну, понятно. Сколько я себе ополз? Столи 1,99. Ну, после нового года, грубо говоря. Да, после нового года 2,15, и последний раз я был перед отпуском, а не стоили 2,49. То есть на четверть, да, получается? Подорожали? Нет, не на четверть. Чуть меньше процентов на 15. Ну, 2,49, это 2,50. 2,50, да. А было 2. Это четверть как раз. Ну, почти. Разница летания от меньшего к большему, а не наоборот. Да, но, а считают-то всегда наоборот. От большего к меньшему считают. Так что здесь на этом можно поспорить, да. Знаешь, на самом деле, разница небольшая, что 20-125 это все равно много. Ну, на мой субъективный взгляд. Хотя у нас тоже вот, да. Ну, вот так же это же вроде, вроде так это как бы, как бы незаметно, но вот так вот. А если в сумме, то у тебя уже корзина, у тебя уже корзина на 20% дороже становится. Правильно? Ну, да, да, да. С каждого евро. Или будем говорить, покупательская способность уменьшилась на 20%. Ну, да, да. Это существенно. Конечно, печально. Вот сейчас, вот сейчас у нас бензин стоит, в зависимости от заправки, самый дешевый где-то 1 евро 8 центов. 1 евро 7 центов. А когда было, когда нефть было по сотке? 1,15. А когда нефть? 1,50, 1,55. 1,50, 1,55. Ну, слушай, нефть упала в два, слише почти в три раза, да. А цена снизилась на... на ныне, но нет, не так сильно. Вот один из показаний. Не, ну там акцизы, у нас вообще все время растет. В этом плане гораздо интереснее. Сейчас у нас вот с этим коронавирусом опять непонятно, что всех заставляет в этих масках ходить. Ну, это ничего страшного, по-моему. Знаете, я уже привык, выходишь из машины в Москве. Ну, у нас это было только в общественных местах, а сейчас все. Обязалось ко всем. Обязалось ко всем. Если только в машине можешь не ехать, не носить, но если ты едешь с кем-то не из тех, кто живет с тобой, обязаны все не маску не одевать. Ну, это, конечно, странно. Ну, тут все там в машине все равно все взлетает. Ну, это так, как бы. Ну, сделай, не знаю. Короче, надо соблюдать требования. Не, соблюдать-то надо, но вот как быстро здесь народ отказался от всего. от своих льгот, от всего, от всего, от всего, от всего. Так просто раз сделали из народа кого-то, я не знаю. Ну, как раз в северных корейках сделали. Ну, может быть. Ну, прямо-ка я, честно говорю, раньше же тоже испанцы и итальянские сразу выходили на пикет. Ты не знаешь, что вот речь. Тишина. Я уже вот после 2010 года я ничего не вижу. Вот как овцы идут вот так вот. А почему это? Не понимаю. Может, что в воду что-нибудь подливают? Успокоитель. Не понимаю. Вообще не понимаю, в чем я. Честно говорю, просто не понимаю. Ну, народ своеобразный такой. Как вам объяснить? Ну, вот он тебе будет кляться в любви, это причем во всей Европе. Он тебе будет кляться в любви. Кричать, что ты самый лучший друг, тому подобное. Все такое. Зайдет угол, заголовно живет тебя последним пидором, извините за выражение. И причем даже, даже не, даже не скривить лицо. Ну, я думаю, все-таки утрируйте. Не так плохо все. Нет, 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 это действительно так здесь в Европе. Не испанцы, это вообще в Европе так, это нормально. Это вообще нормально в Европе. Я не знаю, я вот ездил, не встречал прям такого вот что-то. Ну, хотя я, конечно, зал был с ними, не заходил в том плане. Поймите, одна вещь, когда вы приезжаете туристом или по работе, другая вещь, когда вы здесь живете и работаете. Нет, ну, понятно. Когда вы турист? Нельзя. Когда вы туристы. Ну, как вы только перешли вот сюда, все. Это уже совершенно другое. Все совершенно другое. Все меняется сразу. Ну, слушай, вам виднее, как говорится. Вам виднее, вам виднее со стороны. В этом дело, виднее, не виднее. Просто уже... Ну, вот у нас, допустим, вот... Много, допустим, сейчас приехала украинцев, ребят. И сработает, а тяжело работает в Европе. Нет, все такое, как можем-то. У нас русскоязычная организация очень сильная здесь. Забава называется. Помогаем, как можно туда. Да, да, действительно, у нас тут и самодеятельность. Все, что хотите. Мы 9 мая, бессмертный поп. Но в этом году не делали, конечно. Ну, понятно. Нигде. У нас тоже отменили. Все это делаем. Все как положено. И Ивану Купалу. И эту самую. И Масленицу. Все-все-все делаем. И Новый год. И Новый год. Все как положено. И нету здесь у нас между нами то украинец и не украинец. Русский, не русский. Нету у нас здесь этого. Сначала вроде какие-то беспонятки были. Но здесь народ быстро понял. А именно украинцы. Что все это, что там было, это разводило. Люди, которые здесь жили, они сразу поняли, что все, что там творилось, это просто разводило его на деньги. То есть они сейчас диаспоров, которые вы общаетесь с Украинской, она сейчас не поддерживает. У нас нету здесь гаспоро-украинской. Нет, нет. У нас здесь нету ни русской, ни украинской. Русскоязычной. Но все равно люди это кучкуются по языку, по национальному, по местам проживания. Нет, 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 нет. У нас поют и на украинском песне, когда мы собираемся и на русском. Ну, просто я без проблем с канадцами общался. Там довольно сильные. Там они прям чуть ли не районы. Это да. Ну, Канада, да. Там очень много западных украинцев в свое время переехало. В общем, да, это да. А в Испании не так, да? В Испании не так, да? Здесь у нас не так, нет, нет. Нет. Ну, зато люди, ну, наверное, можно перековаться на месте, когда со стороны, наверное, виднее, что происходит. А что про нас говорят в Испании? Нет, я вот... Что, что? Сейчас, подожди. Сейчас, сейчас, вот такая интересная вещь, как они поняли, что это все разводило. А просто... Сначала что же было? Вы на нас напали, вы на нас это все такое. Ну, конечно, не дрались, ничего так. Ну, понятно, на словах. А потом, когда пришло время высылать в два раза больше денег, чем раньше, потому что... Налог, потому что пришли и посчитали папе дом, там, и вместе с туалетом, и со свинальником, и со всеми делами. Что у папы там никакой зарплаты не хватит, никакой пенсии не хватит, не хватит вообще. Что надо высылать в два раза больше денег, что надо в два раза больше на то, а то и в три раза все только. Они просто по деньгам посчитали и поняли, что это разводило. разрели да то что они здесь когда приезжали значит какие-то какая-то помощь была потом им раз и безвиз порошенко подарил а их всех вызвали сказали все ребята у вас безвиз у вас войны нету ищите жизнь идите ищите работу идите все никакой помощи безвиз безвиза не подразумевает разрешение на работу он тебе говорит о чем что раз в полгода ты можешь приехать на три месяца в группу и потратить здесь деньги поднять нашу экономику да ну ты не можешь работать вот о чем говорит безвиз а раньше они как прибег бежали говорили мы от войны бежим да 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 причем западаем основным у них там серьезные вы телевизор смотрите какой испанский конечно ну конечно конечно что там про нашу оказывают родину значит тоже залез так интересно залез на официальный сайт ртв и 0 это самое нашего телевидение серты 1 это в короче много тоже испания ла-ла-премьера ла-сегунда что-то не залез на официальный на официальный сайт и так интересно там значит такая интересная вещь была значит где-то процентов я не помню там читал что-то процентов 65 что-то больше 60 процентов эти эти компании принадлежат англичанам и американцам и телевизионные и радио и конечно же ну как здесь про нас могут хорошо говорить хотя хотя есть независимые каналы они такие ну конечно бюджет не тот понятно бюджет не то не тот эфирного времени мало ну вот там про скальт проскакивает вот но это типа rush-to-day наши спутника и vist на руси herman перешаться абсолютно смотришь и ну конечно смотрят и смущен наш гарааа из вам который не который доступен то есть она есть и на испанском языке они слушают испанцы который ну конечно слушаю ну конечно слушать конечно интерес конечно интересно интересно им интерес и вот там прок funding правду что это что 3 что 10 10 что contam капитал а в европе уже материнского капитала давно нет уже лет есть как нет а был до добыл тоже деньги давали не на время и единовременная выплата я не помню было там 2000 по моему евро или 1800 если это было давно по этому что нормально неплохо но это был одиновременный капитал вот тебе дали все до свидания ну нахожий он единовременный вдали и все да и какая-то помощь там идет на детей но это непонятно что здесь больше помощи отдают вот этим вот который приезжает с африки и там соли выслушать народ конечно и народ ничего сделать не может народ кипишики ну как понятно обсуждает это все но тихо и так чтобы никто не услышал а почему тихо чего люди боятся это будет не безранный тюрьму мы занимаем не понимаю не понимаю не понимаю не понимаю честно говорю не понимаю я во сколько здесь живу я не грех называю неграми мусумане называем марракешцев называю морами как их здесь всегда называли и мне никогда ничего а эти тихо что дурное услышит и что теперь я такой же иностранец называйте меня белым я не буду обижаться я вообще в шоке так я же сколько раз говорю ну что если он меня назовет там русским или там я не знаю белым все так я должен бежать на него подавать суть что люди что насчет такой но это странно даже смешного когда люди из своей национальности делают другая вещь интересная значит у нас же есть смешанные пары все такое конечно те где вот и как испанцы попадают в нашу среду конечно не становится так они а они руси и будем говорить они водочку начинают с нами попивать им ста все интересно у нас вот самодеятельности даже аргентинец выступает он на нашей девушке на нашей женщины муж и жена и вот у нас даже аргентинец танцует в присядку с косовороткой все как положено и счастливые а где это смотреть в ю тубе в ю тубе чего набивать забава гандия тебе пометил прямо забава 9 и 9 мая аликанты я посмотрю интересно там там действительно все самодеятельно сами поем сами танцуем маслицу вы видите там все все увидеть а это поддерживается государством не 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 все сами сами единственное единственное что нам так помогли но это бегала у нас танюха наша она учительница по русскому языку и она все билась за то чтобы детишек наших учить русскому языку кто хочет мама если надали небольшой такую комнату ну как вам сказать 3 на 4 может такое и она вот так и вот там вот и она и муж ее сашка сашка бывший военный и они вот и мы помогаем как можем там учить детей русскому языку литература и русский язык и диктант писали и и диктант писали все как положено вот этот который большой да все как положено я уважаю в испании есть залог которых бы русский преподавался там ну типа как английский это второй иностранный я не слышал я не слышал скорее всего на факту он таки у нас скорее всего наверно если нет я думаю я я думаю так скорее всего наверно нет наверно нет может у вас есть такой вопрос я могу еще вот рассказать что допустим последнее время испанцы значит как бы это правильно вам объяснить вот у нас говорят мужик да это мужик человек на которого можно положиться в русском языке совершенно конкретное понятие до конкретное понятно нормальный мужик нормальный человек с которым можно иметь дело грубо говоря а у них это связано с яйцами у них вот это имеется ввиду этого типа нашего мужика и вот нашего путина последнее время называют хотите вертих идите нет и вот прямо говорят нам бы нам бы такого говорит нам бы того что приехал здесь хоть что-то как-то хуб посадил бы кого-то из этих политиков горят но ведь а у нас в митинге сняли ну там конечно же делаю дело ясное что дело темное но в любом случае вот поймите ходит я я я я немножко такого хотите митинговать идите закажите день вам скажут где что и как не потому что так они так хотят а потому что просто людей спасти от каких-то идиотов мало ли что может случиться что скорые помощи стояли рядом что полиция была рядом мало ли что-то случится все может случиться вон как в этом самом как его во франции когда этим грузовиком подавили на набережной люди пошли гулять он просто взял и по ним проехался а потом еще кричат про про коммуняк что они такие сумасшедшие до коммуняки когда были шествия зелами камазами все переграждали зелами утка маму любой муж переграждали сушим народ вот так между них дошел до этой самой до площади разделяли метро я ходил на 9 мая пара победами и там же не все переговоры не сможет ли же нет там все переговоры на велосипеде не смогут заехать на на грузовике дорожные дорожные техники перекрыто и поэтому вот поэтому я никогда не говорю что они не должны были выйти что они не правы нет нет народ тоже имеет должен как когда-то что-то заявить как нравится мне нравится но должны же как-то это дело не ограничивать а просто ну как-то должны это дело организовать организовать просто чтобы людей защитить случае чего я в испании есть вот такой закон который требует таких согласований кому конечно обязательно если не можешь просто такой те приедут палок надают и все точно нет у вас точно это во всей европе ну вы же про германию вы же видите как у них вы же видите как у них разгоняют демонстрации ой у нас это у нас это вообще это у нас толерант еще и толерант еще наши масочки они раздают какие же смазки любите палок садили бы так что забыл как его зовут интересно ну что нет но что не так так во франции там просто очень много было мародеров которые там и машины переворачивали витрины грамм там во франции вообще непонятно что вообще непонятно сейчас руководители в европе нет ни одного назовите мне одного руководителя в европе который может сказать если мы европа мы там меркель и макрон какой меркель где вы последний раз в экране компьютер естественно ну понятно так чтобы она вышла сделала какое-то заявление от лица европы я вообще я вообще удивляюсь знаете вот вроде как открытие общество в европе а вот такую штуку почему-то путина как бы к мини относились но никто не содрал вот это вот идею что там каким-то там передача общения с людьми там вот такие знаете не не просто 10 человек сидит а чтобы вот так вот прям реально массу это вопросы много часов показать нет 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 такого даже рядом нет странно почему-то даже мэр не выйдет к вам даже мэр не выйдет а куда вы хотите они у вас на великах ездить на работу пол мира никто у нас здесь не ездит на велико здесь вы еще скажите что они с мигалками нет с мигалками не ждет просто я в маленьком городе прямо под валенсии не хотел жить курортном городе живу здесь они все ездят как положено на хороших машин и валенс кстати по этим самым по правительству этому подобное испания первое место в европе по количеству людей только здесь во всей европе ну это понятно у вас первое место и никого не сажать и никого не сажать но может просто не ворует а народ все беднее 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 а эти все новые виллы новые яхты причем не скрывает этого так показывают по телевизору значит зато здесь увеличилось этих зато здесь увеличилось этих ток-шоу таких ранее просто где говорят а там вот это вот там прыгай скачетом разыгрываю там все что хватит с там сто раз больше чем было правильным людей как-то нужно от этого зато на это самое делают постоянно какие-нибудь там гуляния на улице как-нибудь лишь бы не были бы не бузили вы меня порвали все мои шаблоны как кузик грелку мне вот другой я вообще-то вам рассказываю что есть что я знаю вот этих рассказчиков ох я нарывался на таких рассказчиков приезжаю домой и вот компания собираемся и кто-то не знаешь я сама за границу и начинают мне рассказывать сказки я вот так сижу слушаю 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 а потом просто так вопросики начинаю задавать и потом просто выложу человека на вночистую воду так ты там поехал за без зареги чанин посидел там пару месяцев ты уже все крутой на европе или прожил год а потом и нигде не состоялся нигде не зацепился и уехал обратно это уже тоже крутой да что ж такое зато порядок улице кисти асфальт хороший где в испании да у нас мост через мост через реку который шел к этому там коммерческому центру вот я как сюда приехал восемнадцать лет но нет пятнадцать лет назад в этот город мы переехали сначала на севере испании жил помплоне по и поездка поездка это сама коммунидат в это сама наварра я жил там а потом переехал сюда когда же приехал мост через эту мостом по нему поехал там там перед короче стыке моста а нет ли они от времени как бы наехали один на другой так вот мы 15 лет по этим стыком ездили и вот только где-то до пандемии до пандемии его отремонтировали вы ничего страшного выше не быстро ну конечно ну конечно конечно не но это интересно как поломается иностранная машина и ничего страшного это поломка как она поломается наша машина это ведро с гайкой зато когда приезжали домой зато когда приезжаешь домой все здесь слова евро ремонт нету такого ну ладно у нас зато все с евро ремонтами у всех техника у всех все у всех свежие машинки причем не причем не лады весты вот поэтому говорю причем не лады веста там четырех-пяти годовалый audi бмв мерседеса не знаю что все свеженькое хорошее и все плохо живут и все жалуются и в вашем холодильнике у всех забиты и у всех кроме квартиры это эти проклятые коммунисты всем квартиры надавали вот и даже читать все владовали капитальный гараж и дача вот я просто вот так я вот сколько раз им говорю жидат я просто не представляю сколько мне надо будет платить если я буду иметь капитальный гараж и дачу я просто не знаю а вы с вами иначе не потяните как дача компо де касса есть до касса де компа это дом 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 на кампу поле ну я в нем на поле примерно называется примерно так даю да вот шесть соточек купить себе да то могу не меньше что значит дают ты покупай покупать тебе не даст ничего не у нас тоже не можешь купить они дают за 3 а здесь не за 3 не за чего кончете не дадут здесь вообще женщины нажать потому что дорогими детей очень дорого очень дорого пусть и но это везде это везде бороды сушки но даже ну не другая по себе могу сказать конечно появление как бы как это назвать потомство что ли именно детей да там гавиночек как бы жизнь то лучше не становится но естественно это по естественным причинам зарплата от этого вдвое или второй не вырастает внезапно правда естественно брали растут как бы остатки уменьшают это нормально представлять какие у вас родители плохие взяли зарплату у них не вырастили ничего но зато взяли и родили меня и мою жену и они у нас против него это же алисин реально не смотрели они тогда на это тогда это было не объективно реальность нет это каждый каждый это всегда это в любое время объективно реально просто ну как этому подходит почему а здесь все здесь child free это конкретно это здесь европа на это почему-то иммигранты за и столько замолчить почему их не остановит европа население на 7 нет они не работают вот что плохо вот что самое плохо не работа не снижают они сядь на пособие рожает вот сумасшедшие вот вот их дети будут работать когда вы не будут не будут потому что здесь уже профессиональные бездельники их уже вы выросло несколько поколений и они думаете бросит это грязное дело работу и будут нет они бросят нет они просят грязное дело сидеть дома и пойдут работать никогда вот так вот потому что приезжают любой русский украина беларусь а я советского я советский человек я родился и вырос в советском союзе дай паспорт дай прививки дальше из полиции ничего не между и 3 до 4 до 10 до 5 из них завражение в задницу заглянуто что надо будет извините конечно а это а это приехал паспорт порнал порвал выкинул слава куда-то не сюда переправляют это 18-25 до 30 лет вы правильно они смогут порвать мужиков 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 не баб мужиков не баб я говорю вот эти вот которые припай которые вот эти вот ну это сама сальса вас африки и сальзии востока вот это вот основная масса не вот они от 18 это от 16 18 лет вот так вот и до 30 минут до тридцати пяти может быть а женщины среди них там на сотню если две-три женщины есть то это в лучшем случае видео которое я как видел кому турки который публиковали на что показывает там было планетам потоков мужчины и женщины дети все подряд нет его смотрите нету женщин просто вот здесь показывали когда они когда они ходят вот этими толпа нет среди них женщин ну нет дома сидит или где-то нету но добра не ждут дома он сюда приехал получил здесь все притягивать квартире не в квартире сидят условий как бы не менее нет они так нет не так один из них приехал зацепился ну да нашу получать это самое потом говорит у меня семьями нужно сюда вытаскивать ну давай вытаскивает а то а у начата у его брата жена уже не брата у того еще тут обратно вот так и понеслось и поехала жуть